Если одни могут позволить себе материнский капитал, родив как минимум второго ребёнка, то другим приходится бороться за жизнь своих первенцев. Однако с открытием в области перинатального центра у недоношенных малышей стало больше шансов выжить. С осени здесь появилось на свет чуть менее 250 детей. Людмила Веселова узнавала, как подарить ребёнку жизнь весом меньше тысячи граммов. Преждевременные роды в машине скорой помощи. Такой исход беременности для Татьяны из Белогорска стал явной неожиданностью. Первенца весом чуть больше 1500 граммов молодая мама родила на сроке 30 недель. Ещё по пути решила. Выживет мальчик, назовёт не макаром, как задумала, а Богданом. После родов мы уже второй месяц пошёл, как здесь находится. То есть врачи здесь ухаживали за ним, потом передали мне через две недельки. Ну уход здесь, ну как, замечательный уход. Сейчас богом данному ребёнку уже полтора месяца. За это время он успел набрать килограмм. Такие хрустальные дети, так между собой их называют врачи, сначала поступают в реанимацию. Потом малышей переводят в отделение патологии новорождённых и выхаживания недоношенных детей. Отделение медики считают уникальным, поскольку есть оно только в перинатальном центре. В экстренных случаях младенцев из районов доставляют санавиации. Первые недели жизни малыши проводят в специальном инкубаторе – в Кювезе. Дети подрастают в буквальном смысле и в тепличных условиях. Определённая влажность, температура воздуха в пределах 36 градусов. Техника оповещает обо всех изменениях маленького организма. На коже ребёнка находится датчик сатурации, то есть это измерение насыщения крови кислородом, которое показывает нам постоянную цифру. Если эта цифра снижается, значит ребёнку нужно дополнительно помочь. Есть специальная следящая аппаратура, которая показывает уровень насыщения кислорода крови, количество сердечных сокращений, количество дыхательных движений ребёнка, а также артериальное давление. Находятся крохи здесь месяц-два. Рекордом стала выписка четырёхмесячного ребёнка, а самый маленький – выживший новорождённый с момента появления центра – весом 740 граммов. С осени отсюда выписали 30 детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Раньше у таких экстремалов шансов выжить почти не было. Раньше дети, которые менее 1000 граммов рождались, родами не считались. И особых выхаживанием никто специально не занимался. То есть если этот ребёнок выживал, ну хорошо, это были единичные случаи. А почему не занимались? Потому что, я повторюсь, нужно специальное оборудование и специальные дорогостоящие медикаменты. В перинатальный центр поступают дети и с нормальным весом. Недоношенность, по словам медиков, определяется не массой тела ребёнка, а сроком беременности женщины. За всё время работы учреждения отсюда успели выписать 237 детей. Спасти не смогли лишь пятерых малышей. И то потому, что их вес был всего 500-600 граммов. Исключениями редко может похвастаться мировая практика. Но даже тем детишкам, которых выходили в перинатальном центре, скорее всего придётся выживать. По словам медиков, они на всю жизнь останутся хрустальными. Людмила Веселова, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова